Детей в школе плохо кормят. Такая жалоба поступила губернатору Приморья в социальных сетях от родителей учеников двух общеобразовательных учреждений города. Олег Кожемяка решил лично это проверить. Начал с 38-й школы. Тоже питаетесь в столовой? Да. Все съедаете или нет? Нет. Нет? Так мы булочки покупаем. Мамы, папы, да и сами ученики этой школы недовольны качеством приготовленных блюд и временем подачи. Слишком рано. Дети не успевают проголодаться и вовсе отказываются от еды. Отметим, организацией детского питания здесь занимается компания «Фудмагистраль». Оценка вашей работы. Ну, понимаете? Вы кто, за производством здесь? Да. Ну вот, смотрите так. Понимаете? То, что вы приготовили, дети не съели. Те деньги, которые мы выделили, они остались здесь. Однако директор школы утверждает, что на жалобы уже отреагировали. Да, человека нового включили в меню общественного контроля. И конкретно человека, который, собственно, и жаловался с определенного класса, их пригласили, они все попробовали, они сами свои жалобы не подтвердили. После губернатор посетил гимназию номер два. Здесь у главы региона возникли вопросы и к качеству, и к стоимости школьных блюд. За детское питание в организации отвечает компания ООО «Союз Восток». Вот дайте я попробую просто этот какао-напиток. А вы сами его пробовали? Ну и что? Это какао? Вот возьмите, попробуйте. После детей можно, ничего страшного. Вы попробуйте тоже. Олег, попробуй, возьми. Ну какое-то какао. Ну какое-то какао. Что это, какао, что ли? Да это какой-то. Тут какао вообще близко даже нет. Глава региона посчитал, что примерно одно блюдо должно стоить 50 рублей и 20 молоко. Но по итогу больше 25 рублей ни завпроизводством, ни администрация школы на месте насчитать не смогли. А это значит, что половина денежных средств остается компанией. Крайне удовлетворительно. И организация со стороны руководства школы, а про компанию и про завпроизводство – это последний день, когда я вижу заведующего производством здесь, и компанию, которая работает по такому уровню. Губернатор поставил низкую оценку. Теперь директорам проверенных общеобразовательных учреждений и их сотрудникам предстоит выполнить работу над ошибками. Алина Черненко, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.